Сергей Леонидович Пахомов, РГПУ им. Герцена, Санкт-Петербург, институт философских наук, доцент кафедры философской антропологии «История и философия». Мой доклад посвящён достаточно важному аспекту тантрического мировоззрения, который постоянно, в общем-то, на всём протяжении истории тантризма был, можно сказать, на переднем плане этих традиций. Идеал бессмертного состояния был известен в Индии издревле. О желании бессмертия упоминается уже в Ригведе. Например, в одном из гимнов Кагни говорится «Ты, о Агни, смертного переносишь высшее бессмертие». В силу доминирования ценности бессмертия в индийскую эпоху индийское общество до поры до времени, в общем-то, не нуждалось в идеале духовного освобождения, именно в том смысле, в который ему начинают предавать где-то с середины первого тысячелетия до новой эры в ходе шраманского движения. Нет его ни в Самхитах, ни в Брахманах, ни в Ираньяках. В принципе, до буддийского Панишады продолжает ту же линию. Широко известна фраза из древнейшего Панишада Брихадараньяки «Веди меня от небытия к бытию, веди меня от тьмы к свету, веди меня от смерти к бессмертию, сделай меня бессмертным». Или же ещё «Когда исчезают все желания, которые обитают в его сердце, то смертный становится бессмертным, достигая здесь Брахман». Бессмертие интересует одной из супруг мудреца Яджинявалки, Майтрея, о которой у нас уже сегодня говорилось. Не менее древняя Чхандоги Упанишада утверждает, что тот, кто проникает в этот слог, слог Ом, становится бессмертным, как бессмертный бог. Здесь я особенно велосипед не изобретал, воспользовался переводами, которые уже представили Татьяна Яковлевна Елизаренкова и Александр Яковлевич Сыркин. Этот идеал бессмертия сохранился в духовной жизни Индии после того, как, вероятно, под влиянием шраманских движений повсеместно в среде подвижников распространилось стремление к нирване и к мокше и причудливым образом переплёлся с этим новым идеалом. В сущности, мы можем видеть в понятии мокши вследствие дальнейшего развития понятия бессмертия. Ведь духовное освобождение в распространённом толковании – это освобождение от сансары, а сансара, в свою очередь, традиционно понимается как круговерт рождения и смертей. Поэтому и восприятие стереологического идеала, конечно, должно было в той или иной степени отразиться архаическое стремление навсегда преодолеть смерть. По всей видимости, тема бессмертия, которая, наряду с интересом к магическим способностям, доминировала поначалу в прототантрических движениях и культах. Ну и после того, как наступает, так сказать, эпоха мокши, понятие бессмертия отнюдь не отступает на задворки тантрического сознания. Напротив, о бессмертии в различных его формах и аспектах охотно пишут многие тантрические авторы. Иногда бессмертие рассматривается как таковое вне освобождения, иногда вместе с ним или в его контексте. Порой в тантрическом тексте эти задачи перечисляются, можно сказать, через запятую, как, например, в алхимическом трактате Расарного «Вечная молодость, телесное бессмертие, достижение идентичности с Шивой», то есть освобождение при жизни Джован Мукти, которое трудно осуществимо даже для богов о Махадеве. Главный объект культа той или иной тантрической традиции выступает своего рода эталоном бессмертия. Бессмертие для смертного возможно потому, что последний может соединиться с бессмертным по своей сути Богом. В этом смысле бессмертие Бога представляет собой нечто вроде архетипических координат, которые задают ориентиры для поиска бессмертия практикующим. Трансформируясь в высшее божество, соединяясь с ним, адепт переходит одновременно от смертного статуса к бессмертному, от зависимого положения к освобождённому. Тантрические произведения, когда они перечисляют эпитеты высшего божества, обязательно упоминают среди них также и бессмертие или преодоление смерти. Например, в Камакья-тантре Шива говорит о себе как о нестареющем и бессмертном. Шива Ахам Аджарам Амра. В Нетра-тантре Деви называют Шиву победителем смерти, Мрит Юджит, владыкой бессмертия, Амритеша. Лакшми в Лакшми-тантре прославляет Господа Васудеву в аналогичных характеристиках как нестареющего и бессмертного. Затем о самой Лакшми говорится в том же духе, она описывается как сущность бессмертия, как победительница смерти, Мритюмджая, уничтожительница смерти, Мритюнашми и так далее. Поэтому, будучи бессмертным самым, божество способно даровать бессмертие своим последователям либо напрямую по благодати, либо с помощью тех или иных средств практики. Так Рудра Ямала, например, отмечает, что почитаемые Махадеви способны принести бессмертие, блаженство и освобождение в Амрита Ананда Мукти. В Ананда Тантре Камешвара, то есть Шива, говорит своей супруге о том, что она всегда приносит спасение от смерти, небеса и освобождения. Тантрические божества, как известно, зачастую амбивалентны по своему характеру, и это, конечно же, сказывается на отношении к смерти и бессмертию. Повелевая смертью и сами будучи бессмертными, они также способны уничтожать что и кого угодно по своему усмотрению, вносить хаос в мир, вводить существ в заблуждение. Великая Кали в Кали Веласа Тантре, например, описывается как смерть и заблуждение в Марамохине. Однако, неся смерть и разрушение одним, такие божества одновременно несут бессмертную жизнь, спасительную трансформацию другим, тем, кто готов выдержать их силу. Убийственной для непосвященных бессмертной энергии становится спасением для прошедших инициацию в практике. Как говорит кашмирский мыслитель Утпаладева в Шива Сто Трава, там, где скорби превращаются в счастье, а яд — в напиток бессмертия, где сансара становится освобождением, там пролегает путчевоизм. В отличие от телесного бессмертия, которое представляет собой задачу на будущее, духовное бессмертие является не задачей, а данностью, поскольку оно является состоянием души, дживы или атмана, а приори считающейся бессмертным существом. Хотя обычно этого состояния не понимающего. В этом смысле освобождение, среди прочего, означает также осознание душой своей бессмертной вечной природы. Телесное же бессмертие — исключительно сложная задача, которая требует от практикующего огромной затраты сил и неустанной практики, предполагающей трансформацию естественного физического тела. В то время как духовное бессмертие и как данность, и как цель безоговорочно признается всеми тантрическими направлениями, при этом такое бессмертие полностью тождественно духовному же освобождению по отношению к бессмертию телесному мнение расходится. Соответственно, удельный вес ценности такого бессмертия варьируется от одной тантрической линии к другой. Например, такие школы, как Трика или Шривидья, не слишком интересуются телесным бессмертием. В частности, выдающийся представитель Шривиди, мыслитель Бхас Карарая, говорит о бессмертии, объясняя в комментариях к Трипура Маху Панишаде некоторую сущностную природу всего, Брахма — создатель всего мира, Вишму — сохранитель, орудор разрушитель. Чего же больше? Раб, рыбак, плут и так далее, любое живое существо наделено этой, как сказано в тексте, формой всего. Произойдет ли смерть тела в силу накопленной кармы в одно время или в другое, в том месте или ином, это уже совершенно неважно. Ведь то, что должно быть осуществлено, уже осуществилось. Таков смысл текста. Контекст таких рассуждений понятен. Гораздо важнее познать собственную природу, свое истинное «Я», чем добиваться бесконечного продления жизни в физической оболочке. Неоднородность тантрических направлений заметна в их целевых установках. Такой американский исследователь, как Дэвид Гордон Уай, прочерчивает мысленную шкалу от деятельных до познавательных тантрических школ. Чем более познавательной или созерцательной является школой, тем меньше она интересуется телесным бессмертием. Цитата. «Практикующие, которые делают свою тантру, подчеркнут соматические цели телесного бессмертия, удовольствия, магические силы, а те, кто знают свою практику, нацелятся на самообовествование скорее в когнитивном или психологическом ключе». Поэтому неудивительно, что тема бессмертия тела часто муссируется в тех деятельных школах, которые огромное внимание уделяли тантрической хатха-йоги. В первую очередь мы имеем в виду различные течения ситхов или совершенных, йогинов, алхимиков, целителей, поэтов. Широкомасштабное движение ситхов захлестнуло Индию чуть менее чем полторы тысячи лет тому назад. Пренебрегая теоретическими спекуляциями, они активно штурмовали твердыни смертного удела человека. Идущие с глумин индийской архаики стремления к бессмертию было подхвачено этими подвижниками и развито до высокой степени. Ситхи учили в реализации бессмертия посредством телесного совершенства и, как часто считалось, обладали эликсиром жизни. Ситхов уважали, почитали, но в то же время опасались из-за их необычных магических оккультных сил, которые также назывались ситхи, как известно. Эти силы, в свою очередь, были следствием упорных психопрактических тренировок в рамках хатха-йоги, совокупности приемов, которые, как считали ситхи, вели к обретению телесного бессмертия. Тела, которые развивали ситхи посредством хатха-йоги, имели особую природу. Они, конечно же, разительно отличались от обычных физических тел. Ситхи ищут, как пишет Шашибхошан Дазгутта, освобождение в трансформированном, нематериальном, то есть совершенном теле. Это неразрушимое духовное тело, полностью свободное от элементов омрачения, ашудха-майя, но все же связанное с элементами вишудха-майя, которые препятствуют ему становиться абсолютно статичным и действуют, как полностью очищенный динамичный принцип, ведущий к дальнейшей эволюции этого тела через все более-более тонкие ступени, приводя его к окончательному состоянию парамукти. В подобном теле ситха помогает своим ученикам, занимаясь передачей духовного знания. При этом такая деятельность уже его не омрачает, поскольку ашудха-майя на него никак не влияет. Будучи состоянием совершенно невозможным, немыслимым в глазах физического мира, телесное бессмертие предполагает парадоксальную ситуацию смерти для этого мира. Умереть, чтобы родиться снова и больше никогда не умирать — таков девиз ситхов. Умирает грубое тело, но рождается тело божественное, тело совершенное. Такое тело можно разрушить, можно убить, но нельзя заставить его умереть. Поскольку умирание и смерть — это процессы природные, естественные, то настойчивое избегание их означает, что духовный путь по преодолению смерти представляет собой в каком-то смысле неестественную траекторию, возвращающую индивиду в непроявленное, недифференцированное, в то же время интегрированное состояние. Частью паниндийского движения ситхов является школа надха, где идеал бессмертия, а именно бессмертия телесного, также играет очень большую роль. Поэтому всё то, что говорилось выше про ситхов, справедливо и для надха. В частности, надха градуирует бессмертие и выделяет в нём две ступени. Сначала обретается бессмертие в совершенном теле — ситха-дега, а затем в божественном теле — дивья-дега, которое представляет собой нематериальное духовное тело, уже не подверженное распаду. При этом надхи распределяют эти тела по степеням телесного бессмертия. Совершенное тело относится к разряду относительного бессмертия, а божественное тело — к абсолютному. По крайней мере, первое тело обретается уже при жизни практикующего. Большую роль играли представления о телесном бессмертии в индийской алхимии — расаина. Формируясь в течение первого тысячелетия в контексте аюрведических предписаний, которые были связаны с продлением обычной человеческой жизни, расаина со временем стала всё больше интересоваться йога-тантрическими практиками, которые могли быть эффективными при достижении этой цели. Но при этом она и сама скорректировала свои теоретические постулаты в стереологическом духе. По словам историка химии Профулы Чандры Рая, около 700 года расаина вступила в тантрический период своей истории, который продолжался примерно 600 лет, и именно в этот период практика алхимии достигла своего высшего развития. Логика тантрических алхимиков вполне ясна. Поскольку высшей стереологической ценностью является не просто обретение освобождения, но освобождение при жизни, то оно не может не быть спасением в физическом теле. Соответственно, выдвигаются особые требования к такому телу, которое не должно подвергаться распаду, то есть оно должно быть бессмертным. Предлагаемые алхимиками средства и процедуры способствуют, по их мнению, трансформации тела в достижении бессмертия. Особенно большое значение в этой связи имела обработанная ртуть раса, которую Хлёстко называют также «убитой ртутью» Мрита Сутака. В частности, средневековый историк индийской философии Мадхова в 9 главе своего трактата Царва Даршна Санграха цитирует некий алхимический текст, в котором сказано, что именно царственная ртуть делает тело нестареющим и бессмертным. Символическая параллель между «убитой ртутью» и умершим для земного мира таантрическим югином ситхом здесь достаточно прозрачна. Раса является квинтэссенцией, семенем шивы, которая также называют парадой, потому что она помогает переправиться на другой пара берег бытия. Вещество, которое получается в результате соединения семени шивы и семени гаури, или слюды абхрака, способно уничтожить смерть, как пишет тот же Мадхова. Устанавливая связь между освобождением и ртутью, уже упоминавшуюся мною Расаарного, возглашает Осурешень. Освобождение возникает из знания, о знании сохранения жизненного дыхания. У богини. Тело устойчиво там, где властвует ртуть. Благодаря использованию ртути у богини быстро обретается нестареющее и бессмертное тело, а также концентрация ума. Ртуть поистине сакральна в глазах алхимиков. Та же Расаарного советуют относиться к ней как к божеству. Надо созерцать ртуть, касаться ее, поглощать ее, и даже просто о ней памятовать. В общем, всячески ей поклоняться. Итак, как уверяют многие тантрические произведения, практикующий в ходе своей садханы обретает бессмертие. Освобожденный йогин уверяет йога-биджа. Посредством силы йоги побеждает смерть. Для него сама смерть умирает. Это напоминает нам, кстати, фразу из пасхального тропаря в православном богослужении. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». В своем отношении к смерти такой человек кардинально отличается от всех остальных людей. Он живет там, где все умирают, и, напротив, мертв там, где живут глупцы. Обретая смертное тело, согласно представлениям ситхов, подвижник пребывает вечно в состоянии самадхи. В таком хатхоэгическом трактате, как «Шива-санхи», это говорится о том, что благодаря практике созерцания йогин на уровне аджня-чакры обретает власть над первоэлементами. После этого йогин не умрет даже за сотню циклов жизни брахмы и, уничтожив изначальные семена кармы, пьет напиток бессмертия. «Нет для него ни старости, ни смерти, ни страданий, ни невзгод, ни болезней», — уверена Акулавира тантра. «И все болезни оставляют их и новых воплощений, и нет для них, для этих йогинов, больше». В ситха-ситханта падхате, еще одном трактате матховском, освещается облик и образ жизни этих идеальных людей. Они носят раковину и серьги, спутанные волосы, пьют чистую амриту. Неуязвимый для богов и демонов, подобный йогин, играет словно бхайрава. Текст специально отмечает, что носители таких совершенных тел поистине владеют всеми сверхъестественными способностями. В шестой главе того же трактата такой совершенный называется «Аладхутой», тем, кто прекратил натиск омрачений и пут, словно срезал волосы с головы, освободился от всех состояний. Он пребывает внутри своего духа, не ищет предпочтений в мире, проявленные и непроявленные одновременно, он поглощает проявленные и превосходит все ашрамы. Живя посреди динамичного, меняющегося мира, такой субъект перестает воспринимать его как источник страданий, но рассматривает его теперь как исполненный блаженства и духовного света. В тантрических произведениях довольно редко можно встретить какую-то подробную картографию трансцендентных областей, в которых пребывают бессмертные люди, избавленные от аков материального мира. Когда речь заходит об освободившемся при жизни, то тексты отмечают скорее характер его состояния посреди забот земного мира. Или о том, что если говорить о том, кто обрил божественное тело, что указывается скорее на их вездесущность пребывания в любой желаемой сфере. Но иногда можно встретить в тантрических сочинениях пассажи о конкретных областях высшей реальности, особенно в сочинениях школ с яркой чувственной образностью и мистической символикой. В частности, в сочинениях вишнуицкой Сахаджи описывается запредельная божественная обитель, куда настойчиво пытаются попасть адепты. Эта обитель выглядит как чарующее райское место, в котором нет ни старости, ни смерти. Проводя аналогии с земным городком Вриндавана, местом детских развлечений Кришны, Сахаджи верит в вечный Вриндаван, где нет ни ночи, ни дня, но есть только бесконечное наслаждение. Там вечно цветут цветы, растут деревья, в тени которых можно отдохнуть, в изобилии вьются медоносы, жужжат пчелы, опьяненные ароматом их белых и золотых цветов. Здесь нет ни смерти, но есть только вечная юность. В другом тексте говорится, что вечный Вриндаван далеко отсюда, однако все же он находится в пределах 14 миров. Его населяют молодые люди, знатоки расы, содержащиеся в них самих, знатоки пути Пракрити и великолепия Пуруши. Это место, где нет ни приходов, ни уходов, ни становления, где всеустойчиво, где нет обмана или фальши. Это место, где вечно юный Кришна вечно развлекается со своей Радхой. В то же время все эти описания можно воспринимать как аллегорию состояния сознания идеального человека в учении данной школы. Переходим к выводу. Подводя итог нашему исследованию, можно сказать следующее. Разнообразные тантрические школы в ходе своей истории никогда не оставляли без внимания тематику бессмертия. Все они, как и практически все остальные индийские традиции, как минимум были уверены в духовном бессмертии из-за наличия в теле бессмертной же души, сопряженной каким-то мистическим образом с высшим духом или абсолютной реальностью. Помимо этого немало школ деятельного, так сказать, характера, стремились и к обретению бессмертия телесного, потрансформируя посредством практик хатха-йоги обычное грубое тело в более тонкое, совершенное, неподверженное распаду. Истоки обоих представлениях достаточно архаичны, уходя во времена, когда идеал духовного освобождения еще в полной мере не сформировался. Тем не менее, когда этот идеал появился, понятие бессмертия успешно к нему приспособилось. И духовные, и телесные бессмертия тесно связаны с ценностью освобождения, которая наступает еще при жизни практикующего. Духовно свободный индивид обретает просветленное видение всех вещей, как они есть, преодолевая рождение и смерть, и даже ими повелевая через отождествление с высшим объектом своего культа. Чаще всего это Шива. Телесно-бессмертный адепт вдобавок к этому получает также совершенно неуязвимое тело, которое он отныне свободно и вечно использует по своему усмотрению, полученное бессмертие, и есть, по сути, его освобождение. На этом я завершаю свое выступление. Хотел бы поблагодарить организаторов за столь креативный подход к проблемам, которые случились в наши дни. Очень хорошо, что эти чтения состоялись. Для меня это тоже интересный опыт. Я в первый раз выступаю на онлайн-площадках, так что это в любом случае было для меня полезно. Спасибо. Хорошо, спасибо. Вопросы? Я Пахом Ивана, и я изучаю сейчас вопрос нагов и змей в индийской философии. Я столкнулась с тем, что неоднократно наги описываются как бессмертные или же как сменяющие при физическом продолжении своей жизни свое воплощение вместе с кожей, отбрасывая все отрицательные аффекты, которые могли бы их тяготить. К тому же в Тандия Махабрахмане 25 части также есть описание такого ритуала, в котором, совершая жертвоприношение, три нагараджи обеспечивают себе вечную жизнь и победу над смертью, после чего они тоже переходят на некий новый уровень и сбрасывают свою кожу, перевоплощаясь. Вот у меня такой вопрос относительно того, насколько мы можем это тоже связывать с высшим проявлением, высшим разумом или с богами и в этом случае к чему ближе эти существа, как бы к некоторому божественному и к йоге или же просто они такие по природе своей. Как вы можете это прокомментировать? Вы знаете, мне кажется, что это связано просто с общеиндийской мифо-фольклорной традицией, которая тянется еще к очень далеким временам. И многие существа, которые не являются, так сказать, людьми, они оказываются в той или иной степени связаны с бессмертием. Боги, предки, какие-то там полубожественные сущности. И наги, конечно, к этому, собственно, контексту тоже очень хорошо могут быть приписаны. Тем более, что, как вы верно сами же заметили, наблюдение за сменой, за тем, как змеи выползают из своей кожи, как бы обновляют тело, могло приводить, скажем так, наблюдателей к идее, что они постоянно как бы могут жить, просто периодически переходя из одной оболочки в другую. Но, с другой стороны, когда более поздняя мифологическая уже картина в Куранах сформировалась, то там, разумеется, очень много чего было приплетено еще вдобавок к этому. И тема освобождения, разумеется, была подстегнута, и какая-то связь с познанием и так далее, и так далее. Поэтому нагов можно в этом ключе воспринимать с самых разных ракурсов, и поэтому всегда надо уточнять, скажем так, что имеется в виду. То есть, если бессмертие духовное, тут все можно найти. Здравствуйте! Спасибо большое за доклад. Меня зовут Елизавета Кузина, и я хотела спросить по поводу того, связано ли каким-либо образом странным, и известно ли об этом что-то алхимическая традиция и каббалистическая традиция с тантрической. И наверняка существуют какие-то сопоставительные исследования, и вот мне бы хотелось вас спросить об этом. Подождите еще раз. Есть ли какая-то связь между каббалой и тантрой? Да. Вы знаете, вряд ли она есть напрямую, конечно. Хотя мне приходилось встречать такие описания. Буквально на днях я перечитывал работу Свами Рамы в жизни среди гималайских йогов. И где он там пишет совершенно ничтоже сумняшись, что иудаизм, и индуизм – это одно и то же, из одного источника происходит. И действительно, если мы там звезду Давида, например, будем сопоставлять с Шри Янтрой, то там вообще много всяких… Ну да. Нет, это все домыслы на самом деле. Хотя есть, на мой взгляд, очень любопытная параллель между происхождением мира с точки зрения философии Схакал-Ри, когда божество само себя ограничивает, и потом из этого цинцума начинают формироваться мироздания в Сирии, космической ошибки, да, и тем, что описывается в работах кашмирского шиваизма, вообще новогубта и других, где тоже божество себя ограничивает по своей воле и тоже формируется мироздание. Но в любом случае к этим параллелям, если они вообще есть, надо подходить крайне осторожно, потому что контексты все равно могут быть разными, и необходимо учитывать всевозможные детали. Спасибо. Пожалуйста. Хипанка scrutину Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok